С мая прошлого года около 100 работников Актюбинского ТО «Жанатас Актобе» не могут получить заработанные деньги, не помогает обращение ни в Акимат, ни в прокуратуру. Сегодня руководство Управления по инспекции труда, Управление индустриально-инновационного развития, а также компании, взявшие на себя долговые обязательства, банкрота, встретились с бывшими работниками «Жанатас Актобе». Компания в свое время занималась разведкой и добычей строительного камня на месторождении Берчугурской-3, расположенном в Шалкарском районе. На предприятии работали около 300 человек. ТО имеет долги по заработной плате с мая 2018 года в размере около 50 миллионов тенге. В то время, пока коллектив компании через суд добился процедуры реабилитации предприятия, руководством ТО «Жанатас Актобе» совместно с сотрудниками Акимата Актюбинской области был переоформлен контракт на проведение совмещенной разведки и добычи строительного камня на другую фирму. Я объясню почему. Потому что мы устали ждать, когда нам выплатят заработную плату. И создали трудовой коллектив и обратились в суд для применения процедуры реабилитации. Для чего? Для того, чтобы освободить все то имущество, которое было наложено в арестах, скажем так, назначить реабилитационного управляющего, который начнет зарабатывать деньги и расплатиться с заработной платой, то руководство, которое вы прекрасно знаете, сидело в «Жанатас Актобе», оно деньги через вас же «Жанатас Актобе» получало, минуя «Жанатас Актобе». И долги по зарплате автоматически перешли другой фирме. Вот только последние, как утверждает «Жанатасовцы», не спешат выплачивать причитающиеся. Пока долг по ЗП выплачен 64 работникам, остались еще 100, но им еще предстоит доказать свои претензии по зарплате специальной комиссии. Именно в создании комиссии по выдаче зарплаты четко написано, назначены ответственные люди в лице директора по производству, начальника юридического отдела и начальника отдела кадров, которые примут все документы, проверят их и предоставят для руководства компании информацию по тем людям, по которым будет выдаваться зарплата на основании предоставленных подтверждающих документов. Соответственно, те акты проверки инспекции труда, которые существуют, они обязательно будут взяты в учет. У одного из работников компании долг по зарплате составляет более 300 тысяч тенге. По его словам, ему заплатили 150 тысяч с условием, что он подпишет документ, где признает, что все обязательства по зарплате ему выполнили. Ему пообещали остальную сумму выплатить через пару дней, но теперь мужчина не может выбить свои деньги. Официально-то он от них отказался. По которому у меня долг на ТАСС 385 тысяч. Мне вот этот ТМРТАС 150 тысяч дает договор, что с 7 августа компания ТМРТАС обязуется исполнить требуемые остатки денег. Теперь, помимо этой бумаги, мы подписали на имя, заставили, но нам выхода не было, нам платят, хотя бы часть взять, да? Мы подписали договор на имя Акима области, что ТМРТАС рассчитался с долгами. Тем не менее, руководство инспекции труда призывает всех, кто остался без зарплаты в Жанатас-Октобе, явиться в управление для зачисления в списки. Рассмотрение этих списков комиссией начнется со следующей недели. Оставшуюся же зарплату обещают выдать в конце сентября. Антон Пережогин, Сергей Калашников, программа «Факт». Я думаю, у корреспондента, вот Виталию, вы скажите, вы все-таки на лице при вынесении определения о введении процедуры реабилитации в отношении... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова